Всем привет! С вами снова Ярик и мы продолжаем играть в Ариаду. В прошлых выпусках мы собрали колоду и сделали 4 победы. Сегодня мы постараемся дойти до 7 и может даже больше. Я надеюсь, нам сегодня будет вести так же, как и я не смог ночью поиграть с айпада в арену, потому что у меня осталось это. Я что-то про это забыл. Надо будет теперь, когда записываю арену, записывать сразу всё. Нам нужна ранняя игра, так что я выкину всё. Ну, пришли вторые дропы, это нехорошо. Поздоровимся с эппонентом. Надо быть всё-таки вежливым. Можно поставить лезвикат, так как у мага не будет оружия. Ну, с близкотрона только, может быть. А так... Мы размениваемся с ним. Если он сейчас, конечно, какое-нибудь заклинание на него отдаст. Наверное, так... Но он всё равно разменивается. Поставим на низкую берсерку, потому что ему надо удариться в 7 и пингануть ещё, чтобы его забрать. Наверное, просто какой-нибудь третий. Это не очень хорошо для нас. Наблодил он тут мелочи. Это довольно плохо, потому что он может размениваться и пинговать. А это, например, он сейчас бесплатно может забрать его низкую берсерку. Он так и делает. Даже ещё один этот остался. У него тоже есть слезнюк. Можно вполне поставить этого, потому что у него много мелочи. И он хорошо с ней разменивается. А вот и флейфстрайк, который нам поможет разобраться со всей мелочью. Если он больше заблодит стол, мы... Хотя, наверное, я уже тут всё зачищу к флейфстрайку-то. Ну, кроме вот этого вот здорового. Ну, это мы делаем точно так. Можем поставить защитника Аргуса, чтобы он разменялся с ним. Но вдруг у меня там какой-то ремол. Поэтому я просто поставлю лазер на дракона и... Ну, если я сейчас получу на 7 в лицо, это будет не так уж и плохо. Потому что если он сейчас завалит... Ну, хоть два существа поставить такие. Более-менее. Я могу волной огня закрыть. Даже что он разменивается, это хорошо. Я могу до... Пингануть и убить его. Не буду волной огня отдавать на такой маленький борт. Два существа нормальны, потому что у него уже тоже есть клеймстрайк. Поставлю третьего, будет слишком... Слишком много. И обидно, когда он флэмстрайк взорвется. Ой... Как сейчас можно пожадничать и... Ну, я, пожалуй, так и сделаю. Я решил все-таки разменяться драконом, потому что, ну... СПД мне только под волну огня нужно, а у него не так уж и много существ, чтобы... Тихонечко нажать. А он наносит довольно много урона. Восемь за ход. Вот это вообще ужасная карта. Никогда не берите ее на арене. Ну, потому что она дает целую карту. А это... Я думаю, это пятая победа, потому что сложно что-то сделать. Даже если он сейчас отдаст флэмстрайк. Себе в лицо. Пока отлично складывается игра. Пять побед подряд. Без единого поражения. Вот сейчас сглажу. Будет плохо. Ни о чем говорить, когда загружается экран. Ничего интересного не происходит. Второй маг подряд. Это настораживает. У нас есть второй дроп. Это неплохо. Так как она удешевает заклинания, мы можем, например, разменяться каким-нибудь существом. Если у нас было бы заклинание. Например, та же огненная пушка. По-моему, она так называется. Поставлю его, потому что если он поставит какой-нибудь большое существо с монетки, я могу пингануть и забрать его. Ее ставить я как-то не хочу. Ну, в принципе, тоже, если он поставит какой-то второй дроп. Но это был хороший размен. Вот у меня был выбор между ним и им. Вот этих двух бессмысленно ставить, потому что если он поставит, например, 2-3 существа, то... Ну, я как маг, конечно, заберу его, но на это надо будет подарить целый ход. Тут уже без разницы было, что ставить, потому что он сейчас скорее с монетки вызовет кого-нибудь на четвертый ход Йети. Нет, он... ...играет в Аргена. Ну, вот мы пингом забрали. В принципе, мне кажется, обилка мага тоже самая сильная. Потому что на арене один урон, это довольно важно. Конечно, один урон можно носить и Рога, и Друид, но у них еще в лицо получаешь урон. Вот сейчас мы еще отлично с Трогзором разменяемся. Карты за 2 маны разменялись, сколько Трогзор стоит. С карты за 4 маны. Отлично. Я, пожалуй, сначала убью ученого, а потом сделаю огненную пушку. Потому что вряд ли у него есть контрспелл. Это, наверное, какая-нибудь копия. Миро-энтити, по-моему, да. А под Миро-энтити можем отдать корабельную пушку, в принципе. Она нам не очень нужна. Я могу, конечно, отдать флэмстрайк, но на двух существ флэмстрайк, по-моему, как-то не солидно. Да, это копия. Отраженная сущность. 6-6 будет. Флэмстрайк не умирает. Пожалуй, его поставлю. Потому что он не умирает во флэмстрайке, и ему все равно придется вот этим тогда размениваться. Миро-энтити, а это неплохо. Сайлентс это, конечно, плохо. Но у нас есть флэмстрайк. Он нам поможет. У нас есть комба. Гурбаши поменять местами. Сколько там получится? Можно на 10 нанести урона с пингом. Я, пожалуй, сейчас разменяю на этот весь свой стол. И поставлю гурбаши. Нет, наши планы меняются. Он, наверное, там ненавидит меня. За мои два флэмстрайка подряд. Третьего флэмстрайка у меня, жаль, нету. Можно на следующий ход будет, если он его не убьет. И вот своего оставить разменяться через дворфа. Как-то все плохо получается. Я знаю, что он его все равно будет, наверное, отдавать. Но чтобы он 100% отдал его на 2-3 голема, Я пинганул у него. Нет, у меня какой-то другой план есть. Наверное, флэмстрайк. Я поставлю дворфа, потому что вряд ли нам придется. Размениваться. Ну, его две атаки нужны. А существо на столе нам нужно. Да, как-то все нехорошо получается. Рано, наверное, я второй флэмстрайк отдал. Да, конечно, рано. Вот это была ошибка. Из-за этой ошибки я сейчас могу проиграть. Продолжение следует... Я, наверное, сохраню его, поменяв местами. Вероятно, она сейчас поможет, потому что он отдает два существа и пинг, и уничтожает его. И никакое заклинание не разыгрывает. И... Всё. Вот это очень глупо было. Он мог его убить и не давать мне существо. Хоть сейчас он может забрать с пингом, но он мне дал существо лишнее. Это очень глупо было. Я в этом смысла, например, не вижу. Ну, он ошибился, и... Это хорошо. Сейчас, конечно, флэймстрайк будет. Не очень. Мы выиграли из-за его глупой ошибки. Это... Шикарно. Конечно, выиграли игру два моих флэймстрайка. Поэтому мако имба на арене с его флэймстрайками. Чтобы флэймстрайк был на такой имбовый, ему просто нужно поменять слот редкости. Сделать его раркой или эпиком. И проблема будет решена. Третий маг подряд. Какая-то магическая серия у нас получается. Я, пожалуй, ставлю ледяную стрелу, чтобы размениваться с существами в ранней игре. И на второй ход мы можем поставить безумного ученого. Это отлично. Забывай оздороваться с оппонентами. Но ничего, я исправлюсь. Я поставлю его, чтобы разменяться с ним. Без пинга. Чтобы потом еще кого-нибудь поставить. Хоть тут и суперски безумночек. У меня все равно нет четвертого хода, поэтому даже если он разменяется с ним, я смогу пингом его забрать. Он даже меняться не хочет. Какой наглый. Ему... Не хочу пропускать четвертый ход. Ему придется двоих вот этих отдать и пингом еще забрать. Хотя, может, и стоило повесить секрет. Потому что четвертый ход он может поставить что-нибудь крупное. Ну нет, он просто отдает овцу. Какой-то агрессивный попался у нас. Блин! Охренеть просто! Блин, вот один ход. Надо было тогда его активировать. Если бы я знал, конечно, активировал. Вот так-то... Вот сейчас бы... Как бы хорошо было, если бы секрет повесился-то. Я... Сперт вот это. А теперь он повесил секрет. А теперь он повесил секрет. Хотя я сначала пингану, посмотрю, что это за существо. Оу! Огненный шар на 8. Неплохо. Кто? Блон, на 9. У вас может пинговать только в... Я не ставлю снегачуху, потому что флэмстрайк может быть. И он сможет пингануть только или вот в этого, или вот в этого. То есть разменяться и пингануть. Так что... Двух пингов у него нету. Поэтому можно менять пинг. Вот это будет очень глупый размен. Я не вижу смысла в нем, если можно забрать бесплатно. Да, вот. Ну, это мы заберем фаерболом. Он все равно будет меняться с ним, эти. И пинговать. Поэтому я не хочу сам с ним меняться. Просто охренеть. Так, мне сейчас флэмстрайк нужен. Музыка. 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 Мне почему-то показалось, что он или первой, или второй карте его вытащил. Сейчас как никогда нужен флэмстрайк. Вот он глупо сыграл, мне нужен флэмстрайк. Вот так всегда и происходит. Не приходит флэмстрайк и мы проигрываем. Сейчас он разменивается так, может быть пингует сюда и так. Да нет, я тут уже не выиграю. Да, на плохой ноте мы заканчиваем эту серию. Но не пришел флэмстрайк, поэтому мы проиграли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачного дня, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok